Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Итак, кто составляет меню? Обязательно чередуйте разные виды завтраков, разные для своих деток. Именно как можно разнообразить их. Одно утро вы даёте йогурт, да, как я показывала, из козьего молока, делаем кефир, туда добавляем все ягоды, какие-то фрукты, перемалываем ложку мёда и так далее, корицу, имбирь. И даёте своему ребёнку. Туда можно добавлять ещё в блендер, я имею в виду, ложку белковой нашей приправы, которую я уже показывала много раз, как я её делаю. Теперь вот эту кашу возьмите на заметку. И в один день из своего меню обязательно введите. Это пшено, малина и клюква. Почему сегодня про пшено? Но вы знаете, что это даже на разгрузочные дни хороший вариант. Это для детей великолепный вариант. Для вас, для супруга, в общем, это идеальная каша. Пшённая. Я не знаю, почему о ней часто не говорят. Всё чаще говорят о овсянке. Овсянка – это прекрасно. Но пшённая крупа, она содержит много витаминов и минералов, благодаря которым организм получает большую порцию полезных веществ. Поэтому детокс из пшена не только эффективен, но он ещё и безопасен для организма. Смотрите, пшено не содержит вообще глютена и позволяет тщательно, повторяю, тщательно очистить кишечник. И ещё это источник витаминов В1, В2, В6, а ещё железо, медь и кремний. Поэтому оно ещё, кстати, прекрасно в своём количестве омолаживающего витамина Е. Мы все знаем, что АЕВИД – это витамин омолаживающий. Вот тут витамин Е и лицетин есть. А всё это очень хорошо влияет на пищеварительную систему и кислотно-щелочной баланс организма, на наш PH, про который так часто рассказывал Иван Павлович Неумывакин. Вот у него я это и беру, дорогие мои, и делюсь с удовольствием с вами, потому что готовила очень часто, что в прошлом году, что позапрошлом. Камеру не включаю. Опять приготовила, забыла включить камеру. Но, думаю, включила, не включила, неважно, всё равно вам расскажу, чтобы вы знали, что это нужно включать в свой рацион. И обязательно составляйте меню, что вы готовите, и один из завтраков должен быть вот это. Пшено с клюквой. Ну, клюква, про клюкву только недавно рассказывала. Разжижаем кровь и также, там, такое количество витамин, мы чистим кровь, мы насыщаем красными тельцами, мы выводим токсины. Ну, и малина, это же, там, салицилка есть в малине. Она разжижает кровь, и она очень хорошо снижает давление, то есть не даёт образовываться тромбом. Это, наверное, одна из моих фаворитов. Малинка. Но у меня всегда она есть замороженная в морозилке. Обычно пшено я промываю хорошо, очень хорошо промываю. Если я знаю, что завтра у меня будет именно эта кашка, то я с вечера её воду погружаю, его, пшено, воду погружаю. Если вы не хотите этого делать и заранее, вот так, как я, щепетильно, подготавливать пшено, ну, возьмите, залейте его кипятком на 5 минут хотя бы. Тогда горечи не будет. Вот иногда, знаете, в пшене есть горечь. Так вот, она уйдёт совсем, эта горечь, если вы зальёте хотя бы минут на 5 кипятком. Ну, а я на всю ночь в тёплую водичку ставлю пшено, потому что знаю, что утром буду готовить. Итак, пшено с клюквой. Нужно где-то 100 грамм. Пшена 400 миллилитров. Я беру козье молоко. Кто-то берёт кокосовое молоко. Ну, кто какое любит. Я козьему не изменяю никогда. Тем более, у меня здесь всегда под рукой. Я всегда знаю, где я беру и что. Потом, одну столовую ложку мёда нам понадобится. Одна чайная ложка, возьмите, ванильного экстракта. Немножечко сольки. И молотый кардамон я добавляю. Ещё чуть-чуть на кончике, прямо на кончике ножа, добавьте куркумы. Это очень нужно для печени и для зрения. Это прекрасный антиоксидант. Но только немножечко, на такое количество, на самом кончике ножа, чтобы не было коричи. А из клюквы сделайте так. Возьмите 100 грамм клюквы, добавьте туда 2 столовые ложки, или даже без верха, мёда и 4 столовые ложки воды. Всё это перемолоть в блендере, или хотите, вилкой взбейте, как у вас получится. Получится такой вот живой джем. Клюква из морозильника. Мы взяли, разморозили её. Итак, на 100 грамм пшена я беру 200 миллилитров молока. И всё это загружаю туда. Кардамол, кардамон, там ваниль, сольку. И накрываю крышкой. Дальше убавляем огонь до минимума. Варим минут 18-20. Смотрите по готовности. А после этого добавьте оставшееся молочко. Ещё немножко перемешайте. И доведите до кипения. Всё готово. Поскольку каша имеет способность сильно загустеть, к ней можно добавить ещё молоко для получения той консистенции, которая вам нравится. Вот. И в эту массу я добавляю уже вот этот так называемый джем. в горячую прямо кашу. Это помогает и остудить кашу. Потому что смесь-то холодная. Мы её в блендере взбили. Получили такой джем. Холодная, потому что из морозилки клюква. И тут же кладём, получается, у нас остужается кашка. И вот эта вот как бы заливка клюквенная. Очень вкусная. Можете ещё несколько малинок вот так вот сверху побросать. Получится у вас вот такая тарелочка замечательная. И всё. И больше ничего не нужно. Также очень люблю делать пшёнку с тыквой. Вот не рис с тыквой. Рис всё-таки не такой полезный продукт, как нам кажется. Нет. Пусть хоть он коричневый, хоть, говорят, чищенный, не чищенный. Неважно. Да, рис можно. Лучше всего пропаренный, потому что в нём меньше всего крахмала. Вот этой вот клейкости меньше всего. Если уже вы решили делать рис, то советую пропаренный. Это самое лучшее для организма. Но всё равно он не такой полезный. Поэтому я чаще всё-таки использую пшёнку. Или цельнозерновую овсянку. Или очень люблю перловку. Это очень полезная перловая каша. Чечевица мой вообще фаворит. Вот. А вы всё это записывайте. Гречка – прекрасный продукт. Замечательнейший. Маш. Ну, маш я проращиваю в основном. Я знаю, что многие варят, но я проращиваю маш. Пудинги из чия не забудьте делать. Пудинги можно делать из семян льна. Из амарантовых семян. Ну, я их собираю. Но чия – вот прекрасные семена. Вот это вот всё на завтраке. Но ни в коем случае. Ни картошку, ни макароны, ни пельмени. Не уничтожайте своих деток. Не убивайте их кишечник. В кишечнике весь иммунитет. Вам любой доктор скажет. А когда вы склеиваете его, что там остаётся? И да, там профессора, которые у меня на канале в последнее время крутятся, они вроде как подслушивают важную информацию, но и не забывают оставить, как, знаете, муха. Если сядет на стекло или на белую поверхность, что она оставляет после себя? Вот не хочу просто обижать. Вот точно так и вот эти люди. Они садятся вместо того, чтобы поблагодарить, сказать спасибо. Спасибо, что вы занимаетесь не один десяток лет нутрициологии, что у вас такое замечательное хобби, делитесь с нами. Просто пусть благословит вас Бог. Вместо этого они оставляют. А вы что, доктор? Вы врач, чтобы... Слушайте, иногда страшно ходить к врачам. Приходишь, сидит лишний вес у неё и выходит всё время на перекуры. И это врач? Это врач? И список за списками химии, химии, химии выписывает. Ничего, её спрашиваешь. Расскажите, что такое кассия? НОЛЬ. Вы спросите, почему нельзя картофель? Промолчит, не скажет. Потому что, если вы все, дорогие мои, будете здоровы, то работы у врачей не будет. Фармацевтические компании не смогут зарабатывать миллиарды на вашем здоровье. С другой стороны, сколько я общаюсь с иностранцами, я никогда не видела. Никогда. Особенно в Соединённых Штатах Америки. Там нет такой практики постоянно пить таблетки. Я имею в виду такие химические. Они там могут пить витамины какие-то. Но они не пьют таблетки, как у нас, глотают их целыми, я не знаю, по две, по три. Я утром две пью, как мне один человек. Говорит, вечером две пью, потому что мне нужно поддержать. И почки. Да как же вы думаете, что вы химией так себе поддерживаете? Да потому что им врачи, просто у нас врачи, с закрытыми глазами выписывают простыни, простыни химии, убивая организм напрочь. Там каждый препарат, если выписывают, там у них в основном аспирин. Всё. У них не выписывают так. У меня такое впечатление, что вообще на наших людях из стран бывшего СССР какие-то проверяют просто препараты. Просто проверяют. Потому что, с другой стороны, если нет ума, и люди это на себе всё испытывают, и сами тратят деньги, идут и покупают, и уничтожая себя, с другой стороны, если ты не тяжело больной, но ты себя присаживаешь на гормоны, если чуть-чуть у тебя подпрыгнуло давление, ты бежишь к врачу, и он тебя выписывает, и ты присаживаешь себя на вот эти препараты, и ты в 50 лет, или в 55, или в 60 себя полной старухой, и ощущаешь, хотя должна выглядеть ещё нормально. И о-о-о, посмотрите на королеву Англии, красавица, она и её дочь. Так королевы Англии почти 100, а её дочери уже за 70. Принцессе Анне. Анне. А она выглядит изумительно. Потому что не сидят они, они брокколи едят. Они вот такие детокс-завтраки едят. Недавно я вам рассказывала, что Анна, принцесса Анна, в свои 75 она употребляет всегда на завтрак почти чёрные бананы, почти почерневшие, чтобы завести метаболизм. Вот так, так, так и мы должны. Мудрость нам прибавит здоровья, и мы не будем в нагрузку нашим детям. Мудрость прибавит здоровье нашим деткам, и это будет прекрасно, это будет замечательно. Мудрость прибавит здоровье нашим супругам. Поэтому я прошу профессоров, проктологов, заниматься прямыми своими обязанностями, проктологией, и не лезть ко мне. Если вы умные, знаете всё, зачем плевать? Пришёл, плюнул, ушёл. Что за привычка у советского человека? Не читайте советские газеты. Не читайте, не надо. Они плохо на вас воздействуют. Вы какие-то агрессивные. Так что я вам желаю только здоровья. Всем, понимаете, здоровья. Потому что моя цель благословить как можно больше людей. Здоровья вам, процветания и благословения. Пока-пока.